Салям алейкум, здравствуйте! В студии Айшу Шулакова в ближайшие полчаса поговорим о главных событиях уходящей недели. Вот о чем расскажем в программе. Своих не бросаем. Дальше за ближайшие 10 лет восстановить все лесополосы на территории Республики Крым. Эксклюзивное интервью с министром экологии и природных ресурсов Крыма. К сезону приготовиться. Здесь комфортно, здесь жизнь продолжается, здесь безопасность самое главное чувствуешь. В Крыму продолжается подготовка к курортному сезону. Поток беженцев из Донецкой и Луганской народных республик не прекращается. Пункты временного размещения открыты в 23 регионах России. Ростовская область одна из первых начала принимать беженцев из Донбасса. Там сейчас развернуто более 280 пунктов временного размещения. Тему продолжит Тарас Брезицкий. Специальный репортаж из Ростова-на-Дону. Это здание общежития РСХТ Ростовского строительно-художественного техникума. Всего на территории Ростова развернуто почти 300 ПВР или пунктов временного размещения переселенцев. Так вот именно этот считается не только одним из наиболее заполненных, но и лучшим в городе относительно условий комфортного пребывания переселенцев. Два года назад в здании был сделан ремонт, после которого в него не подселяли студентов. Первое заселение произошло фактически накануне беды на территории признанных республик. Сейчас здесь живет 96 беженцев. Раньше было чуть больше, но двое переселенцев отправились к родственникам. В фокусе внимания не только быт и условия содержания переселенцев, но и состояние их здоровья. В одной из комнат общежития был оборудован медицинский пункт. Здесь работают доктор и медсестра одной из ростовских поликлиник. Дважды в день людям делают тест ПЦР на выявление коронавирусной инфекции. К счастью, с 20 февраля и по сегодняшний день ни одного случая зафиксировано не было. Паковать чемоданы людям приходилось фактически за считанные часы после сообщения о необходимости срочной эвакуации от главы ДНР Дениса Пушилина. Переселенцы разного возраста, от пенсионеров до маленьких детей отдельно в общежитии оборудован кабинет педиатра. Артериальная гипертензия. Люди приходят с жалобами чаще всего на гипертензию. Также были на сахарный диабет. Люди приходили измерить уровень глюкозы. И все в принципе. Инна Коплуновская из числа тех, кто не хотел покидать родной дом до последнего. Школьная учительница не могла бросить миссию своей жизни и верила, что снаряды перестанут прилетать в жилые кварталы, а желание мира восторжествует над амбициями киевского режима угнетать братский народ. Два года я жила с пленкой вместо стекла на окне. Ну что еще? Что сейчас происходит там? Вы связь с кем-то поддержите? Да, конечно, на связи постоянно, потому что там знакомые, друзья. Я работаю в школе, ученики мои остались. Ну вот буквально, когда я уехала, буквально через день возле моего дома упал снаряд. Местная власть организует беженцам трехразовое питание. Переселенцам из ДНР и ЛНР украшают будни досуговой программой. Детей помогли устроить в ростовские школы. Каждый день пребывания людей в ПВР под контролем. Территория охраняется не только полицейскими, но и представителями казачества. В последнее время у нас были представители гетто, это самый депутат воздума. Вчера был Спиридонов, общественный депутат, также приезжал, смотрели. Плюс наши здесь областные ЗАГС собрания приезжают представители. Была представитель, значит, по правам человека Российской Федерации. Срок пребывания людей в ПВР Ростова не ограничен, как нелимитированный прием гуманитарной помощи. Так каждый день кипит работа на самом большом в стране пункте приема гумгруза. Сюда со всей России стекаются десятки тонн коробок пакетов и мешков со всем необходимым для того, чтобы достойно справиться с жизненной подножкой. На этой стороне все сладкое, допустим. Там детское питание, памперсы, одноразовые пеленки, здесь рис, гречневые каши, все подобное. Это для скорости, чтобы вы, придя на такую огромную территорию, легко сортировали? Тогда приходит заказ, чтобы мы понимали, что где находится, и быстрее информировали. По всей стране беженцам помогает порядка 45 тысяч волонтеров. Только на этом пункте их больше сотни. Нельзя поддаваться лирике и слабости не только мужчинам, но и девушкам. Праздник 8 марта на боевом посту. Изначально мы работали до полуночи, затем у нас появились ночные смены. То есть мы работаем круглосуточно в две смены. Некоторые ребята до 6, некоторые прям вот ночью работают. Конечно, мы устаем, это тяжело, но все равно мы один народ, и я считаю, мы должны помогать. Взрослые переселенцы не просто ждут возвращения в родные дома, но и стараются быть полезными тем, кто в тяжелое время открыл для них дверь в мир покоя и комфорта. Жителям ДНР и ЛНР помогли с современным трудоустройством. Санкции Запада против России уже сейчас дорого обходятся жителям США и Европы. Цены на бензин на исторических максимумах. Дорожает коммуналка. Бездумный отказ от российских энергоносителей вызвал панику на сырьевых рынках. Вместе с тем санкции, которыми пытаются задушить Россию, не так и страшны, уверены эксперты. В частности, в Крыму. Бизнес за 8 лет не только привык к западным ограничениям, но и успешно развивается. У нас производят свои электромобили. Есть самое крупное не только в республике, но и в Восточной Европе предприятие по производству электроинструмента. Удалось реанимировать и сельское хозяйство. Наша продукция идет с гарантией 3 года, очень высокого качества. Мы начинаем обрабатывать, готовим машины к упаковке. Комплектация этого электролобзика полностью отечественная. Таких здесь 6 видов. Качество продукции Симферопольского завода славится далеко за пределами Крыма. Он считается одним из крупных в Восточной Европе. Помимо электроинструментов, здесь производят корабельную автоматику и микромашины. Высокая устойчивость изделий к внешним факторам позволяет применять их в военной и гражданской промышленности. И даже в космосе. На сегодняшний день глубина переработки отечественного материала из сырья и комплектующих в электроинструменте составляет 84%. Поэтому с уверенностью можно сказать, что уровень знаний и компетенций коллектива завода позволит решить все поставленные перед нами задачи по вопросам импортозамещения и необходимого роста объемов производства. А в этом цеху собирают электромобили. Все детали отечественного производства. Кроме туристических электроавтобусов, компания выпускает и коммунальные комобили. Слева вы можете видеть экземпляр машины, которая установлена подвеска. Она уже на своих шести стоит. Установлен отопитель. Начинается установка пластика. Пластик, который нашего производства. Автомобиль оснащен батареей большой мощности. Одной зарядки хватает на 90 километров пути, как по равнине, так и по горной местности. Вместо бензоколонки – обычная розетка, без нагрузки на городскую сеть и вреда для экологии. Шесть часов подзарядки и снова в путь. В месяц компания выпускает 12 машин. Электромобили, электрокатамараны предприятия используют в отелях и санаториях Ялты, Евпатории, Алушты, а также в других регионах страны. Наши зарубежные конкуренты на сегодняшний день уходят, освобождают нам рынок. То есть если, грубо говоря, тенденция роста рынка останется та же, но при этом уйдут крупные игроки западные, то естественно для нас это открытый рынок. Крым стал пилотной площадкой для производства экологичного транспорта. Уже завершен первый этап создания сети электрозаправок. Зарядные станции есть в Симферополе, Евпатории, Алуште и Коктебеле. Молоко, сметана, ряженка, кефир и био-йогурты – это только малая часть ассортимента молокозаводов в Красногвардейском районе. Производство кисломолочной продукции уже принесло предприятию известность далеко за пределами Крыма. Все натуральное. Никаких стабилизаторов и сухого молока строго по ГОСТу. Завод способен переработать до двух тонн сырья в сутки. Когда получаем молоко, мы делаем анализы в лаборатории. Если молоко качественное, мы его запускаем в эту приемную емкость. А потом с приемной емкости мы уже отправляем его на пастеризацию. У нас оно проходит здесь обработку пастеризации. Потом мы уже распределяем молоко, на какой продукт у нас идет. Помимо переработки молока, предприятие занимается растеневодством и овощеводством. Сами выращивают, перерабатывают, а потом и реализовывают продукцию. Есть и собственный холодильник для хранения. Он способен вместить около тысячи тонн пекинской капусты, а свеклы и моркови – до двух с половиной. В планах установить еще два таких же. Сейчас сезон пекинки. Капусту очищают, сортируют и грузят в машины. Уже отсюда товар отправляют на крымские прилавки, а также в другие регионы страны. Предприятие является одним из лучших фермерских хозяйств Красногвардейского района. Несмотря на водную блокаду и санкции, удалось реанимировать сельское хозяйство в регионе. Владелец предприятия Валерий Шаткин считает, что новые санкции сыграют крымчанам только на руку. За восемь лет не только привыкли к западным ограничениям, но и успешно развиваемся. Год-два мы сделаем продукцию, которая нужна для потребления. Всего больше нет, но основная продукция, которая есть, ее будет достаточно, потому что рынок освободится и будем производить больше, лучше и качественнее. Научимся, мы уже умеем. Ситуация на рынке продовольствия в Крыму стабильная. Все крымские агропредприятия работают в штатном режиме. Продуктов на прилавках достаточно. Гречка, сахар, рис – все это заводится в достаточных объемах. Да, цены, конечно, увеличиваются. Увеличение цен связано в первую очередь с доставкой, с ценами на логистику. Но мы совместно с Министерством промышленной политики ведем постоянный мониторинг и в рамках рекомендуемых цен, по которым у нас подписаны меморандумы и соглашения, в принципе, продовольственная ситуация на сегодняшний день на контроле. Правительство Российской Федерации представило меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Сейчас рассматривается проект закона, который позволит Кабмину быстро и гибко реагировать на изменения. Введенные санкции лишь открывают новые возможности. Для бизнеса будут созданы благоприятные условия внутри страны. Где в Крыму еще появятся особо охраняемые территории? Будут ли высажены деревья вдоль трассы Таврида? Решится ли проблема с вывозом и утилизацией отходов? Об этом поговорим с министром экологии и природных ресурсов Крыма Ольгой Славгородской. Ольга Александровна, проблема вывоза и утилизации отходов в Крыму – это наследие украинского периода. Есть полигоны, которые подлежат закрытию либо рекультивации. На сегодняшний день есть национальный проект «Экология», в рамках которого решается данная проблема. Каковы итоги? На сегодняшний день у нас в принципе ситуация лучше стала с отходами. Если раньше у нас функционировало порядка 30 полигонов на территории Республики Крыма, еще там около 200 свалок, возле каждого села была условная свалка, на которую свозились отходы. На сегодняшний день у нас централизованы все потоки, и мусор сводится на 9 действующих полигон. Два полигона у нас полностью зарекультивированы. Три в стадии рекультивации, плюс есть 10 недействующих полигонов, которые закрыты. На сегодняшний день туда мусор не складируется, и мы проводим мероприятия по включению их в различные программы для проведения работ там по рекультивации. Что касается национального проекта «Экология», на сегодняшний день в рамках «Чистой страны» у нас осуществляется рекультивация двух полигонов – это Судак и Белогорск. На сегодняшний день на 95%, где-то больше 95%, где-то около 95% выполнен технический этап рекультивации, то есть тело полигона полностью покрыто мембранами. И мы планируем, хотя у нас срок реализации мероприятий по рекультивации этих полигонов в конец следующего года, мы планируем выйти на досрочное окончание проведения работ рекультивации. В прошлом году у нас были внесены изменения в распорядительные документы Минприроды России, согласно которым объект считается за рекультивированным, если полностью выполнены технические этапы, первый этап биологического, то есть условно накрыли тело полигона саркофагом, покрыли грунтом, посеяли траву. И дальше эта трава растет, ну, либо другие зеленые насаждения, которые предусмотрены в проектном документации. Вот к июлю этого года, возможно, с учетом оформления документов к концу года, мы полностью планируем завершить эти два объекта. Более того, на сегодняшний день рассматривается вопрос о включении полигона города Феодосии в национальный проект экологии. Разрешается сейчас вопрос в части осуществления проектной документации. То есть для включения в нацпроект необходима действующая проектная документация, которая прошла экспертизу. То есть вот сейчас администрация Феодосии изыскивает финансирование и будет проводить мероприятия по проектированию этих работ. Ну и даст Бог, если быстренько у нас получится спроектировать эти работы, разработать проектную документацию, пройти экспертизу, то, скорее всего, что мы включим еще один полигон, да, и в рамках национального проекта и полигон Феодосии у нас будет зарекультивирован. Природные пожары. Какая работа ведется по их предотвращению? Мы знаем, что в последнее время их количество уменьшилось. Да, у нас в прошлом году было всего 11 лесных пожаров, да. Ну какая работа? Прежде всего, это людской ресурс, да, люди. У нас много патрульных групп, которые в постоянном патруле находятся, осуществляют наземное патрулирование леса. Более того, у нас есть большая система видеонаблюдения, система лесохранитель. У нас на сегодняшний день около 10 видеокамер, у них обзор 360 градусов. И большая степень приближения. Вот мы их установили в третьем квартале прошлого года, и только за вот такой вот небольшой период их эксплуатации удалось предотвратить там около пяти природных пожаров. То есть на ранней стадии выявили мы их, да. Ну и плюс проводим работы по предотвращению, связанную там с обустройством минерализованных полос, да, на приграничных территориях, допустим, лесного фонда населенных пунктов. Вот устанавливаем шлагбауму, вводим ограничения посещения в лесах. Это вот, наверное, самый главный рычаг, который у нас есть. И здесь я могу сказать, что, ну, только экологическое осознание каждого из нас поможет предотвратить, да. То есть мы-то принимаем акты, которые ограничивают пребывание людей в лесах. Но вот только за прошлый год у нас, ну, не один десяток протоколов был составлен за нарушение людьми в пребывании в условиях ограничения, да. То есть люди все равно посещают лес, разводят костры. Ну, вот, человеческий фактор в рамках лесных пожаров – это практически 100%. В Крыму планируют увеличить площадь особо охраняемых территорий. С каких объектов уже начали? В прошлом году провели работы по созданию четырех особо охраняемых природных территорий. Одна работа на сегодняшний день дошла до своего логического завершения. Создан у нас объект ОПТ «Озеро Ойбургское» на сегодняшний день. Полностью он встал на кадастр. И мы занимаемся уже на сегодняшний день планированием мероприятий и их реализацией в рамках охраны и соблюдения режима данного объекта. Плюс по трем ОПТ – это Коломитский, Печенкино и Каменные Грибы, то есть Сакский район и два в Симферопольском. У нас были проведены работы по наобученному обоснованию этих территорий. На сегодняшний день заканчивается процедура общественных обсуждений и согласований. Получено согласование Минприроды России. И буквально в ближайшее время эти три ОПТ будут созданы. Более того, у нас на этот год запланировано проведение работ по научному обоснованию создания ОПТ «Озеро Панаги». Вот в районе Зеленогорье есть большое такое красивое озеро. Если видели, да, вот с учетом его ценностей, с учетом того, что это очень важный рекреационный объект, который посещает большое количество людей. Но вот мы пришли к выводу, что антропогенную нагрузку нужно там нормировать. Поэтому хотим пойти по пути придания статуса ОПТ, чтобы каким-то образом охранять этот объект и сохранить его для нашего будущего, для наших будущих похолений, для наших детей и внуков. Запланированы ли какие-то акции в ближайшее время в Вашем министерстве? В целом по республике у нас планируется масштабная акция по озеленению. То есть эта работа будет проводиться у нас с муниципалитетами в рамках планов по озеленению, которые были разработаны в начале этого года. То есть на сегодняшний день у нас каждое муниципальное образование на всю свою территорию имеет конкретный план озеленения. Какие территории, какими породами они будут озеленять. Сейчас мы переходим уже к реализации этого плана. Вот на сегодняшний день у меня там сзади лежит папка по планам на весну. То есть каждый день в каждом муниципалитете у нас есть мероприятия, посадочные площади, которыми мы будем озеленять населенные пункты. Более того, у нас планируется акция «Сад памяти». Это акция федерального масштаба. В нескольких городах республики Крым мы будем садить плодовые деревья в рамках акции. Более того, на сегодняшний день мы увеличиваем масштабы восстановления лесополос. То есть если в предыдущие годы у нас было каждый год по 10 гектар восстановления лесополос в Первомайском районе, сейчас мы уже будем выходить на более широкий масштаб. У нас стратегическая задача за ближайшие 10 лет восстановить все лесополосы на территории Республики Крым. То есть в этом году хотим еще добавить несколько десятков и за счет средств республиканского бюджета. Плюс у нас есть инвесторы, которые хотят восстанавливать лесополосы, оказывать таким образом помощь республике. Ну и близится у нас большой праздник – Крымская весна. Планируем масштабно начать восстанавливать городские леса. В этом году это у нас Керчь, это у нас Евпатория, Симферополь. По где-то 3 гектара, где-то 5 гектар. Ну вот в рамках празднования Крымской весны мы высадим этот лес. Это будет не наш там стандартный лес в рамках понимания леса, а габаритный материал от 1 метра. И хотим создать комфортные условия, чтобы каждый житель больших городов имел возможность в свободное свое время, ну может быть не через год, не через два, а через 7-8, да, выйти в лес, прогуляться в тени деревьев, может быть покормить белок и иметь такую зону. Будет ли в рамках программы озеленения высадка деревьев вдоль трассы Таврида? Программа озеленения у нас предусматривает озеленение населенных пунктов конкретно, да. Что касается трассы Таврида, есть определенные нормативы. То есть там отступы 70 метров от трассы подразумевают отсутствие каких-либо зеленых насаждений. Это предусмотрено в том числе параметрами безопасности. Но в любом случае у нас есть лесополосы, которые были, существовали, да. На сегодняшний день в МИЗО у нас осуществляется кадастрирование. То есть в этом году мы масштабно планируем на территории Сакского района их восстановить. То есть это не будет непосредственно, как раньше было вдоль дороги, да, но на определенном расстоянии эти лесополосы будут восстановлены. В приоритете у нас, конечно же, Ленинский район, как самый засушливый, да. И дальше вот будем заниматься из года в год. Возобновление подачи воды по Северокрымскому каналу. Какие перспективы открывает для Крыма? В первую очередь это наши водноболотные угодья, которые на сегодняшний день уже не совсем водноболотные, да. А у нас это объект, который на международном уровне, Рамсарской конвенции, он ратифицирован Российской Федерацией. И он есть, да, но на сегодняшний день вот он был в таком удручающем состоянии. Мы полагаем, как экологи, что, скорее всего, он будет восстановлен, да. Ну и плюс все те факторы, которые складывали экосистему вдоль хода Северокрымского канала, все, что было зависимо от того водного ресурса, который приносил этот канал, все, я думаю, что тоже постепенно придет на круги своя. Ольга Александровна, спасибо за интервью. Спасибо вам. Уход с российского рынка крупного сервиса по бронированию жилья никак не отразится на развитии отечественного туризма. Наоборот, туроператоры внутреннего туризма отмечают рост продаж летних туров по России. А старт внеочередной волны кэшбэка подстегнет их еще на 30%. Подробнее в следующем сюжете. В этой капельнице эликсир молодости, растворенный физрастворий озон. Коктейль с тремя атомами кислорода, панацея от многих болезней. Мощное терапевтическое средство бодрит, омолаживает, укрепляет иммунитет и нормализует обмен веществ. Светлана Белова из Краснодара третий год подряд приезжает на оздоровление в САКе. Всем довольна. В этот раз решила пройти курс озонотерапии. У меня вот руки, ну как бы пуленеропатия. И вот после ванны грязи очень хорошо помогают. Почти год мне хватает, мне не болят руки, суставы не болят. Все очень нравится. Санаторий находится на западе Крыма в объятиях Черного моря и Лечебного озера, утопающий в зелени уникального парка. Здесь даже воздух лечат. В санатории применяются традиционные и новейшие методики. Но самый востребованный метод, как и в советские времена, грязелечения. САКские грязи богаты липидами, витаминами и микроэлементами. Причем их содержание в разы больше, чем в Мертвом море. Какое у нас преимущество относительно того же даже ЮБК, у нас грязь очень свежая. То есть она у нас напрямую идет от места рождения и попадает в наши уже инженерные сети, подогревается и уже выпускается людям, не теряя при этом ни капельки своих лечебных свойств. Сейчас в санатории действует специальное предложение для крымчан и жителей Южного федерального округа. Скидка 30% при покупке до конца марта и заезде с 1 апреля по 30 мая. Мы предоставляем данную скидку на все номера категории «Комфорт». Эта скидка эксклюзивная, такого еще не было. И такие акции сейчас во многих отелях в санаториях полуострова. В сложившейся ситуации гостям предлагают специальные условия на продление проживания со снижением стоимости до 50% либо по себестоимости. У нас не было проблем вообще с отъездом гостей. Те гости, у которых отменились самолеты, они оперативно поменяли. Мы помогли поменять билеты на поезд, они уехали на поезде. Но у нас очень много было гостей из Краснодарского края, которые приехали на машинах. В принципе, даже продлений не было. Ни одного такого продления, кто не мог умереть. В Крыму безопасно и спокойно. Полуостров готов к приему туристов в любое время года. Здесь комфортно, здесь жизнь продолжается, здесь безопасность, самое главное, чувствуешь. Врачи все улыбаются. Не чувствуется здесь, знаете, вот эта вот депрессия или паники или тревожности. Мы еще и по этой причине чуть-чуть себе продлеваем отдых. Росавиация продлила ограничения на работу 11 аэропортов России до 20 марта. Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме. Но есть альтернативные виды транспорта, поезда, автобусы, либо личный автомобиль. Тем, кто не успел вовремя вылететь из Крыма после отдыха, оказывают всестороннюю поддержку. Увеличили число составов из Симферополя в Москву и Санкт-Петербург. Не забыли и о тех, кто находится на отдыхе за рубежом. Крымские турфирмы действуют в штатном режиме, обменивая билеты и доставляя своих клиентов в альтернативные аэропорты. Сейчас Минцифры. Зарина Дагузова сообщила, что сформирована форма в госуслугах. Туристы, которые понимают, что у самостоятельных туристов могут возникнуть проблемы, они заполняют госуслуги, указывают авиакомпанию, дату, рейсы, когда они должны были вернуться. И формируют специальные списки для вывоза туристов уже домой в Россию. С начала марта туристическая индустрия попала в зону турбулентности из-за санкций. Запрет полетов. Затем у наших авиакомпаний отозвали самолеты из лизинга. Обнуление НДС для субъектов гостиничной отрасли, инициированное правительством России, своевременное решение. На самом деле революционное решение для гостиниц и инвесторов. Революционное, потому что мы долгое время с отраслью добивались снижения этой ставки. Ну, такое даже никто не рассчитывал. Плюс к налоговой каникулы до пяти лет для вновь построенных гостиничных комплексов. Плюс целая серия грантов для туристической инфраструктуры ее создания. Плюс отдельная программа по созданию легковозводимых конструкций гостиничных. То есть, в общем, очень большое внимание, очень большой объем и на федеральном уровне, и на республиканском, безусловно. Уход с российского рынка крупнейших зарубежных агрегаторов для бронирования жилья никак не отразится на развитии российской туриндустрии. В правительстве поручили Ростуризму создать им замену. А РЖД уже запустил свой сервис для бронирования отелей и экскурсий. За несколько дней к нему подключились порядка 60 тысяч объектов размещения. И это только начало. Крыму выход монополистов из игры не страшен. Полуостров 8 лет живет в условиях санкций, а туризм, вопреки всему, процветает. Чтобы не переплатить, специалисты советуют планировать летний отдых заранее. А очередной этап туристического кэшбэка поможет еще больше сэкономить. Он стартует 15 марта и продлится до 1 мая. В преддверии высокого курортного сезона сделает отдых для гостей более доступным, активизирует сезон оздоровления. На предыдущих этапах Крым был признан одним из самых популярных направлений. Владимир Путин поручил повторить и в этом году программу детского туристического кэшбэка. Мы уже готовимся к новой рабочей неделе. До встречи в следующие выходные.